всем привет сегодня я вам покажу классный маршрут испания б в сторону океана начинается с этой красивой арки но это не просто маршрут он называется очень красиво камина вирхин дэла энкарнасион что-то связано девственницы и рекорнации как перевел google переводчик девственный путь перевоплощения но как-то не очень звучит порог к днуэстро сеньора дель кампо такая красивая церковь находится фаньябе с шикарным видом на океан правда сегодня погода не совсем подходящая церковь с очень смелым дизайном скорее всего вы увидели когда проезжали по шоссе давайте немножко подглядим в окна посмотрим на красивые витражи офигенско да а вот и сам городок фаньябе тут всего несколько улиц он совсем микроскопический есть небольшая площадь парк киоско где можно выпить кофеек и конечно же вид на гору роке дель конде фаньябе есть свой большой магазин и перди на также есть китайский магазин базар панда это такой небольшой алик на выезде в общем если хотите жить дешево и сердито то здесь фаньябе можно найти недорогую квартиру а вот и церковь про который я говорил это вид со стороны дороги здесь же фаньябе есть классное место называется санта барбара моцарелла здесь ресторан и магазин итальянцы сами делают домашнюю моцареллу и колбасу цены конечно не маленькие но зато все сделано с любовью последние несколько недель на тенерифе дождило и как вы видите горы покрасились в зеленый цвет такие красивые горы вы можете увидеть только весной ну что попробуем перевоплотиться и мы дорога вымощена камнями в общем-то хорошего качества с отличным видом океан и даже есть смотровая площадка с крестом по дороге нам встретился бассейн ну-ка давай-ка прыгаем его на больше похоже на помойку конечно кто-то прямо здесь же живет у человека вон своя плантация есть свое хозяйство на конечно странное место с виду напоминает кемпинг но видно что люди здесь живут достаточно провод продолжительное время обжились носят воду свои заборчики из камней сделали кстати у нас строится первая православная церковь на тенерифе к сожалению еще далеко до финала строительства все дорога закончилась она всего несколько километров в конце нас ждет снова крест ну дорога конечно немного оставляет смешанные чувства потому что встречается много бездомных людей которые живут в палатках видимо уже длительное время а мы идем дальше уже по совершенно другой части тенерифе среди пятизвездочных отелей например здесь вы видите рио пелос да я посмотрел как называется отель он называется шаратон а следующие тоже шикарный отель h10 прямо такой социальный контраст пятизвездочный отель шаратон шикарный сад все классно рядом теннисный корт люди играют в теннис а через дорогу живут обездоленные люди в палаточках не обездоленные люди в палаточках кто-то выбирает комфорт а кому-то нравится жить на природе да хороший отель ничего не скажешь но совсем не обязательно селиться пятизвездочный отель можно жить даже палатки через дорогу и наслаждаться тем же самым видом и тем же самым океаном на детских горках кто-то и змеи вызывает воду хотите искупаться в ее соках пляж плая дэла энермада это достаточно новый пляж его сделали всего пару лет назад купаться здесь так себе из-за больших камней который встретит вас при подходе к океану также он известен тем что это место куда приземляются пара планеристы видимо сегодня не летная погода поэтому мы не видим ни одного пара планериста цены в баре на пляже кружка пива стоит три с половиной евро паста за 12 гамбургер 11 евро вполне уютное место ну не самое дешевое потому что это все-таки бар на пляже кому уже дошли до последнего городка он называется лака лето это последний городок в коста одехи самый западный кстати лайфхак вместо того чтобы сидеть с пивком в баре на том пляже приходите сюда и поешь те рыбки я думаю цены здесь будут пониже чем в том баре идти до до лакалет и от пляжа примерно 5 минут проходим красивый пляж лос-мартерос сожалению сегодня не солнечно поэтому сложно оценить его березовую воду но поверьте мне здесь классно следующий пляж называется плаве диего эрнандес это место любителей на туризма натурализма или просто место для нудистов а мы идем туда в сторону плая параиса осталось совсем немного удалось поймать немного солнце заснять вам пляж солнечных лучах с березовой водой очень душевный пляж мне нравится это наверное один из самых моих любимых пляжей на острове тенерифе вторая часть я же диего эрнандес что-то я раньше не видел здесь затонувшую лодку наверное это лодка на которой негры приплывает к нам на остров из африки проходим живописное ущелье скоро начнутся заброшенные банановые плантации а слева вы видите дикие пляжи даже не пляжи а просто дикий скалистый берег перед вами район плая параиса я считаю что здесь самый лучший климат на юге острова тенерифе я знаю два места с шикарным климатом это здесь плая параиса и второе место это лос гигантас но туда ездить не очень просто если хотите поплавать с маской то вот хорошая бухта совсем недалеко от плая параиса следующая бухта называется эль пуэртита пляже как такового здесь нет но есть небольшой бар где можно перекусить в бухте стоят яхты молодежь устраивает субботние вечеринки кто-то просто загорает надо же как-то выгулить свою яхту конечно малоприятные места напоминает как будто бы мы гуляем где-нибудь в африке хотя мы совсем близко к плая параиса это буквально 500 метров на берегу дикие кемпинги это уже более менее неплохо вполне романтичное место чтобы приехать в доме на колесах мы наконец-то дошли до плая параиса сзади меня вы видите классный отель он называется h10 неплохо здесь же на берегу ресторанчик называется roca negro посмотрим их цены бургер самый дешевый 1350 блюда в среднем где-то за 9 за 11 за 15 евро салат 1250 десерты по 5 евро мясные блюда 22 рыбаки рыбачат рыбку кстати для того чтобы рыбачить с берега необходимо специальная лицензия она стоит недорого самый большой минус плая параиса в том что здесь напряженка с пляжами здесь всего два небольших пляжа этот один из них как видите он не самого лучшего качества один из самых крутых отелей плая параиса он называется hard rock да это знаменитая сеть отелей и ресторанов все это есть тут красивый бассейн мне нравится следующий отель на первой линии он называется rock in ivaria gran тоже шикарный отель с отличным видом и прекрасным садом вот мы вернулись к стартовой точке фаньябе приехали на автобусе находили мы сегодня десять с половиной километров маршрут несложные и красивы ладно всем пока с вами был михаил шварц не забывайте подписываться на мой youtube канал ставить лайки